Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрителей моих каналов. Сегодня небольшая распаковка. Будем разглядывать то, что ко мне приехало с китайщиной, с Алиэкспресса. Давно там не заказывала. Каждый раз заглядываешь и чего-нибудь захочется купить. И без покупки оттуда не уйдешь, даже если цены подскакивают периодически. Понабрал всяких приманок. Пакет с пакетами. Так, давайте смотреть. Первый пакет. Что у меня тут? Лягушки. Такие вот пластиковые лягушки. Сейчас мы их будем отдельно потом поглядывать. На вид очень прикольные. Для ловли чего не совсем понятно. Посмотрим. Вдруг пригодятся. Стоит недорого. Выглядит забавно. Сделано вроде нечего-то. Так, два вот таких воблера. Я искал что-нибудь ретро, а нашлись вот такие. Не знаю. На ретро они мало похожи. Но в целом интересно сделано. А вот эти как раз похожи. На ретро я бы хотел других окрасок. Флэтфиш назывались такие воблеры. Ну и подобные американские воблеры до сих пор выпускаются. Тут китайцы подтянулись. Ну они, видимо, на американский рынок нацелились. Так, тут вот блесны. Я сейчас потом покажу. Я забрал их, все одинаковые окраски брал, потому что были нарисованы с тройниками. А тут, блин, по одному крючку сэкономил китайцы, зараза. И где же эти столько тройников найдут по ним? Надо посмотреть, есть у меня подходящего размера или нет. Так. Два маленьких стикбейта. Очень привлекательными показались по качеству изготовления, фурнитуре, ну и вообще. Надо попробовать на твичинге, как они себя ведут. Так. Посмотрим, другие цвета есть или нет. Я вот взял два. Напробую. Действительно красивенькие. И два вот этих маленьких воблера, глазастых, тоже понравились, как выглядят. Так, давайте смотреть. Лоток бы, куда бы их складывать-то. Сейчас посмотрю, какую коробочку, что ли. Чтоб не на стол их потом кидать. Так. Ну, пусть будет пока вот это, а дальше там разберемся. Так, лягухи. Я так понял, что сделаны они, конечно, для ловли баса или что-то такого. Там у них есть еще павлинь и окунь, змееголовый, что только нет. Для змееголового вряд ли оно, конечно, подходит. Я-то брал в качестве поверхности-ка ради смеху, не клюнет ли на такую штуку головой. Ну, скорее всего, не клюнет, конечно. А если клюнет, я не уверен. Блин, ну что за пакеты такие? Никак их не разберешь и не откроешь. Так, есть тут какой-нибудь поухватистик? Что, мне ножом вскрывать пакет? Нет, все-таки нашел. Так, смотрите, как выглядит. То есть, снизу рыба все равно увидит только черный силуэт. Я гляжу, вот тут двойник, когда вставляли. Он тут плотно довольно к спине прижимается. Я не знаю, рыба там вообще, ну, щука, наверное, прожмет и попадется. Ключки качественные. Передняя петля, видите, она там подвижная. И лепесток маленький. Лепесток, причем, довольно качественный. То есть, не из жести, а такой, более-менее плотный. Можно снять и поставить что-то более простое. А сюда это взять в качестве лепестка для микровертушки. Так, давайте взвешивать заодно. То есть, вся окраска, вся разница там в цветах, она, видите, теряется, если только на спине это все нарисовано. То есть, вам видно, а рыбе, соответственно, не видно. 4,2 грамма такая штука весит. Так, ну, оранжевый будешь сегодня вылезать отсюда? Нет. Какой-то пакет, этот, заговор кассиров, когда там на узел завязан так, что не откроешь. А тут вот никак не хочет открываться... Какая-то щель вроде есть. Так, оранжевый, с полосочками. Такие мультяшные, няшные. Вот здесь не порвало сегодня резинка, а у некоторых порвало, я смотрю. 4,2. То есть, повторяемость высокая. Ну, понятно, что груза нет, а дырка на пузе, соответственно, водой будет наполняться приманкой, будет весить больше. Поэтому учитывайте. Так-то оно фактически ультралайтовое, но на такую штуковину может быть, я не знаю, там, головы, жерех. Но, не знаю, как хватать будет. Может быть, стоит чуть-чуть отогнуть вверх крючки. Вот это будет видно и снизу, и сверху, соответственно. Но, скорее всего, рыба все равно увидит только силуэт. О, нифига себе, 4,7. А что так много? 4,6. Те две более легкие. Она действительно из двух цветов, что ли, сосварена? Да нет, вроде. Только покрашена так. Тоже черная с белым пузом. Выглядит очень привлекательно, но, говорю, насколько эффективно это. 4,5-4,6. Ха, интересно. То есть, с полосками на спине. Весь 4,2. С головами черно-красной, соответственно, 4,6 примерно. Хм, непонятно. Ну, а размер, там я линейку специально вот надержу. Рядом, видите, сколько получается. 3 сантиметра такая ляга. Лягушечка. Так, блесны давайте смотреть. Продавались комплектом. Я специально, говорю, брал ретро-блесны с американской подачи. Так, подобные были, вот так покрашены. Да, они и советские, такие же были покрашены. Красные, с белой полосой. Я пробовал половить. Очень контрастно, интересно видно. Рыбы, такую блесну видно издалека. Ну, и с учетом того, что другая сторона, они крашены блестяще. Довольно тонкая и не тяжелая явно. 3,4 грамма. Давайте еще одну достанем. В принципе, все, наверное, надо доставать. Что мне их в пакете хранить, что ли? Так, ну вот, очень грустно, что она без стройника. Мне надо было как раз стройником. Потому что одинарные крючки, это, ну, не тогдашняя тема. Блесны подобные формы и подобные раскраски, говорю, были. А вот, чтобы были они оснащены одним крючком, это далеко не всегда. 3,3-3,4 грамма. Ну, 3,3, в общем, большинство это уже получается. Пять штук я их брал. В разные комплекты положу, попали штукой где-то там 1, 3,2. Так. В целом, ну, испортить сильно такую блесну вряд ли возможно. Ну, классическая форма, скорее всего, вытянутая ложка такая. О, самая легкая 3,2. Ну, большинство, в общем, получается такого веса, такого цвета. И длина такой блесны 4 сантиметра ровно. Нормально. Так, пакеты в пакеты. Так, дальше. Вот эти с длинной лопаткой. Если кто знает, какого японца очередной раз скальп сняты, кого скопировали, не скальпировали, а скопировали, китайцы, скажите тогда, напишите. Наверняка они сами придумывали. Тело похоже на такую гусеничку. То есть тут есть какие-то там полоски и точки, но это рыбе вряд ли видно будет. Но брал, видите, один яркий. То есть для какой-нибудь там темной погоды и нечистой воды, мудной воды. Так, ну лопата, конечно, длину воблера увеличивает вдвое. Так, 2,4 грамма. Длина от кончика лопаты до кончика тела, ну, 4,8. Ну, почти 5 сантиметров такой. Так, а это наоборот для чистой воды. Коричневенький. Выглядит довольно интересно. Шарики гремят вполне себе так. Это они гремят? Да. А то бывает, что гремит только фурнитура, а шарики никуда не двигаются. Застряли где-нибудь в одном. Нет, здесь как минимум один в подвижной. Вроде один подвижный, один неподвижный. То есть передний это груз, а другой это акустика. Так, я бы крючки, конечно, надел наоборот. Вот в ту сторону. А здесь как надетый. Вперед направленный. А, в общем, китайцам все равно, как оснащать. Видите, у одного крючок один вверх направлен будет, другой в... Вот здесь, кстати, оба правильно, а здесь оба неправильно. Ночная смена, видимо, собирала и ошиблась в направлениях. Так, ладно, посмотрим интересные. Ну, давайте продолжать смотреть более-менее современные приманки. Так, вот эти мне очень понравились, как выглядят такие глаза большущие. Ну и в целом интересно сделаны. Если играют, то неплохо. Все видите, с приличной фурнитурой. Когда вот черные темные крючки у китайцев, они вполне себе приемлемы. Тут все нормально. Тут еще какие-то полосочки есть золотистые с боков. А так он почти... Я брал, думал, он коричневый, а получился почти сиреневый. Так, сколько такой весит? 3,1 грамм. Ну, в принципе, понятно. Так. От лопасти до конца, ну, 4,5 сантиметра. Так. Это прозрачный, а это вот непрозрачный. Тоже понятно, что с картинкой цвета не совсем совпали. Но в целом и тот, и другой цвет интересный получается. Красиво выглядит. Зелененький он был. Белененький он сделал. Так. Крючки острые. Фурнитура, в принципе, нормальная. Ну, великоваты слегка кольца, сойдут. Зато тонкие. 3,1. Довольно высокое, получается, качество исполнения. В плане того, что вес не гуляет. А то бывает чуть-чуть не грамм разницы, например. Причем даже у нормальных фирм. Так. Так, стикбейты. Кто не в курсе, стикбейты – это воблеры без лопасти. Идеи должны на падении вибрировать как-то там, тонуть. А на рывках в сторону украдить. Ну, хотя могут и так. То есть, фактически, как волкер. В поверхностях только подводные и тонущие. То есть, вот такой вот малек, но без лопатки. Роль лопатки лоб исполняет. Он здесь вот плоский как раз. Соответственно, как-то вот так он будет обходить. Я надеюсь. Окрашены довольно аккуратно. Крючки острые. Фурнитура некрупная. 3,1. Прямо как это. Все стандартные. Молодцы. Китайцы делать начали. Можно подбирать разнообразные приманки под тест спиннинга спокойно. 5 сантиметров вместе с кольцами. Так, здесь. 3. Ну что, один-то не будет? О, есть. Все совпало. Молодец. Редхед вообще универсальная окраска. Не знаете, какой воблер брать? Берите редхед. Для любой воды, для любого освещения нормальная вещь. Рыба всегда интересуется подобными приманками. Ну, а это понятно, что под хорошую чистую воду, когда рыбе далеко видно, есть время разглядеть приманку. Так, ну и теперь два этого здоровенных. Прямо такие утиные насы у них. Когда-то очень популярная форма воблера была. Американцы до сих пор на такие ловят лосося. Причем интересно, они сюда кусок мяса привязывают снизу. И эта фигня продолжает еще играть на течение. Даже несмотря на то, что к ней этот шамоцало привязан. Мы, конечно, привязывать ничего не будем. Только саму приманку к леске прозрачная. Шарик всего один. А, или что, да. Всего один шарик, остальное все только пластик. Нормально, все видно, интересно. Крючки, ой, очень хорошие. Ну, для китайских. Я не знаю, насколько они прочные, они очень острые. То есть, скорее всего, если брак не попадется, дорабатывать ничего не надо. Да, прям вообще очень-очень-очень. Ай, молодцы. Лопата интересно сделана. То есть, вылез как бы такой в основном теле. Почему? Нет. Я думаю, щука должна на такое дело вполне клевать. Так. Да что ты, убегает. 8,2. 8,1. Так, с учетом того, что даже ультралайтовые воблеры и ретро зачастую до 10 грамм, получается, таким спиннингом можно довольно крупные воблеры, вот как эти, проводить. Давайте от начала до конца посмотрим, сколько он. Так. Ну, будем считать 8,5, если вместе с задней петлей смотреть. Вообще, довольно интересные. Попадаются в разных окрасках. Понятно, что они придумали их не сами. Я еще в 90-е такие встречал. Тоже китайские. Но это копии тех самых американских классических моделей. Если, бывает и поменьше. У американцев я покупал вот такого вот размера. Маленький воблер. Ну, выглядит довольно странно. Большие даже интереснее с двумя тройниками. На маленьком там только один, понятно. А еще и здоровенный у меня вот такой составник, как бы из двух воблеров. Собранный чисто случайно, потому что картинки не было. Покупал чисто по цене. Ну, ничего. Когда-нибудь, может быть, и попробуем половить на такую здоровенную дуру. Можно спокойно это в джерковый комплект куда-нибудь класть. Так, итого. Получается два вот этих флетфиша. Эти планировались как примерно то же самое. Но это, конечно, не оно. Это для современного ультравайта, для форели, там, еще кого-нибудь. У кого что есть? У меня форели нет. Так, дальше. Это вот вполне пойдет обычного там у того же головня ловить. Если они достаточно неплохо играют. Интересно выглядит. Ну, и такие плотненькие, компактные. Должны лететь хорошо. Так, стикбейты. Это вот под окуня. Под твичинг. Почему нет? Я давно хотел такую. Побольше, по-моему, у меня есть. Не знаю. Пробовал, но у меня на тот момент интерес к твичингу как-то закончился. А тут, пожалуйста, вот маленькие, изящные, красивые приманки. Так, это блесны. Вы пойдете в современные комплекты, если кому надо. А так вообще, вот, ретро. Любые. Хотите в американский комплект кладите, хотите в японский. Они все примерно одно и то же. Да и советские подобные попадаются. Ну, советские мы, по крайней мере, относительно легко можем найти на вторичке. А вот иностранные в нужном количестве найти тяжеловато. Ну, вот эти лягухи. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу. Так. Крючки отличные. Задумка неплохая. А кого ловить на эту фиговину непонятно. Да, посмотрим. Ну, а вдруг. Тот же щеленок, жадный, я думаю, может быть и цапнет. Интересно, прожмет или не прожмет. Щука прожмет. Не забывайте тогда ставить поводки. Потому что промазать и срезать это милое дело для щуки. Особенно на поверхности. С другой стороны, попперы у нас не меньше обычно используются. Ну, не у нас, а вообще. Так что, почему бы вот такие штуковины не использовать? Не знаю. Если лень не будет, то я ссылки прилеплю. Но смотрят относительно немного людей. Поэтому, в принципе, наверное, по запросу. Вы можете просто посмотреть, как выглядит. И отдельно по фотографии там же есть поиск на Алиэкспресс. И он довольно неплохо работает. Иногда удается найти то, что вам нужно. Давайте, кстати, попробуем ради интереса. Потом напишите, получилось или нет. Я сейчас смотрите, что сделаю. Так, я сейчас возьму, переверну вот этот лист. И буду по одной приманке туда выкладывать. Кому надо, вы просто берете фотографию. То есть скриншот делаете и в Алиэкспресс. А если получится, значит получится. Так, давайте вот лягуху. Так. Боком получится, если сейчас ее положить. Ну, давай, держись. Не хочет она. Ну, тогда так найдете. Так, лягуха красная. Лягуха оранжевая. Должно уже что-то современное работать. Так. Лягуха с черной головой. О, а это удалось положить на бок. Так. Лягуха черная с красными полосками. Так, флэтфиш. Зеленый с красным носом. Он сам на бок сложился. Так. Желтый с красным. Прикольный. Так. Так, стикбейт с красной головой. Серебристый стикбейт. Так, блесны с белой полосой, красной. Воблеры для японцев. Так. Яркий. И прозрачный. И два воблера вот такого плана. Отпишитесь, получилось понаходить по фотографии или все-таки ссылки обязательно надо? По идее, должно работать. Даже лучше, чем ссылки. То, что я пробовал, в принципе, можно так и находить нужные вам приманки. Так, ставим лайки, подписываемся. Ну, ловим ретрофишингом. Ну, если не умеете, ловите мармышингом. Ну, а я буду ловить на купленные приманки. Добавляя их в те комплекты, куда мне это нужно. Все, всем пока. Добавляя их в те комплекты, куда мне это нужно. Спасибо. Спасибо.